ну что друзья меня очередной раз подвел сбербанк и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я расскажу о том как меня очередной раз подвел сбербанк ну косвенным образом на самом деле дело в том что я регулярно брал ноты и призывал вас и сейчас призываю покупать ноты потому что я считаю что но то это очень интересный инструмент и я их брал и что у меня получалось с этими нотами но ты дают достаточно большую доходность скажем 15-20 процентов годовых но у них есть одна беда это ноты с автоколом то есть если все четыре акции так сказать которые входят в состав ноты или 5 акций как в бкс если все акции вырастают выше чем барьер отзыва то соответственно но то закрывается я получу свой получаю свой повышенный вот этот вот доход но нота тут же закрывается халява заканчивается и дальше я брал новую ноту и так у меня происходило прямо вот одна нота закрывается другая по автоколу третья потому что ну вы знаете что до нового года включается в начале января все росло и поэтому все ноты заканчивались очень быстро по автоколу тут же закрывались ну в принципе это было неплохо но как-то уже стало напрягать даже вот и поэтому в середине января значит очередная моя нота закрылась с успехом принеся доход и вот я беру следующую ноту хотя уже в общем-то пахло жареным но 23 января я покупаю я беру ноту на корзину из четырех компаний вот они эти компании магнит московская биржа нлмк и сбербанк акции привилегированы 23 января нота с ежемесячным наблюдением вот что интересно посмотрите ежемесячное наблюдение то есть через месяц спустя месяц 23 там но февраля насколько я понимаю ли 24 там как попадает на выходные что получается все начало падать к февралю 24 23 февраля все уже начало падать но еще не сильно упала смотрите все четыре акции упали но при этом я получаю купон и но то наконец-то в кои веки не закрывается потому что предыдущие но ты в первый же момент закрывались потому что все росло сейчас но то не закрылась и пошел обвал в связи с коронавирусом все акции грохнулись вы знаете что вообще все грохнулось все люди потеряли деньги что у меня у меня но то ну как бы вот но то и но то все и все четыре акции находятся ниже чем купонный барьер что это значит вот ниже второй линии видим да что это значит а это значит что купоны мне не выплачиваются но запоминаются вот что это значит и ну это было ожидаемо но ну и что ну и пусть вот проходит еще месяц здесь февраль вот он март ой феврале я получил в марте я не получил 23 марта но 23 марта было бы ну как бы странно ожидать там все рухнуло и вообще все по подсчитывали убытки ну а у меня в общем сказать есть все шансы получить вообще все и всю доходность при этом получить понимаете но то она на год и в течение года если акции вырастут то пожалуйста я получу я пересидел в этой ноте вот на эту 100 тысяч рублей смотрите все четыре акции в марте месяце ниже что получается следующее апрель месяц но как 23 апреля в 23 апреля у нас водится самоизоляция этому москве и так далее в россии но все по полной но акции то уже начали расти потому что уже и сделка опек плюс вроде там уже так сказать намечалась где-то она насколько я помню 24 апреля то есть уже ближе к этому шло и там куе уже включили уже какие-то эти самые американцы и фондовые рынки начали потихонечку подтягиваться то есть минимум был в конце марта вот ну как бы ну вот у меня акции начали расти но они еще не выросли соответственно вот они да вот в апреле что получилось акции мосбиржи они уже выросли выше 100 процентов от начального от начальной цены то есть выше барьера отзыва но при этом акции нлмк внутри значит диапазона где выплачивается купон акции магнита на вот видите да прямо вот ноль в ноль да там я не помню уже было ну да прямо вот один в один вот буквально копеечки там но акции сбербанка при этом были глубоко грубо говоря там задница да вот и вот на днях был май месяц конец мая но у нас еще самоизоляция у нас еще ничего не открывалась собирают только восстанавливать как но открывать режим самоизоляции в конце мая и вот она на ночь в конце мая что произошло вот посмотрите сюда вот она мосбиржа видите верхний график что вот это это скандал на мосбирже когда 20 с какого там не помню или 18 числа когда нефть wti упала ниже ну отрицательные значения там многие поразорились было сказать как бы скандал и акции мосбиржи упали потому что там искину мосбиржу и так далее но тем не менее мосбиржа сейчас примерно сто процентов от того уровня с которого она началась мосбиржа рулит потому что сейчас все на фондовом рынке вот магнит магнит пережил свои худшие времена сейчас они через онлайн собираются продавать и вроде бы магнит начал расти что у нас с нлмк ну даже нлмк начинает расти блин ребята то есть новолипецкий металлургический комбинат но что это такое блин это это металл для производства для производства автомобилей в том числе автомобили сейчас ну как бы стоит все вот но тем не менее даже они начали расти ведь только сбербанк значит дает мне отсутствие дохода то есть смотрите 3 месяца подряд я не получаю купон но при этом смотрите какие перспективы конец мая в июне месяце мы наконец начнем открывать экономику но не получится открыть экономику ну и хрен с ней июль но осенью то все пойдет вверх по-любому там инфляции так далее куе все это начнет работать и и и поднимется сбербанк никуда не денется и соответственно если вот все четыре акции будут находиться то есть самая худшая из этих акций пересечет вот эту вот линию нижнюю то что получится я получу купон за все не выплаченные месяца поэтому я такой спокоен я получу сразу раз два три четыре купона если все четыре акции будут находиться выше вот этой линии и худшая из них будет находиться ниже чем это вы понимаете то есть 20 процентов годовых ставка купона 20 процентов годовых в период кризиса это очень здорово и ну пока самая худшая акция вот сбербанк смотрим еще позорник вот и сбербанк самая худшая акция и пока вот пока он меня подводит и пока самая худшая акция будет ниже чем купонный доход я не получаю купонный доход а что будет в худшем варианте если на самый худший вариант реализуется можно ли потерять вообще все да можно ребята можно потерять все вот смотрите если сбербанк до истечения срока этой ноты дата погашение 21 января 2021 года если до 21 января 2021 года сбербанк обанкротится то я потеряю все деньги как вы думаете какова вероятность того что я потеряю все деньги я оцениваю ее в ноль вот как вы думаете какова вероятность того что нлмк обанкротится ну думаю что тоже невысока какова вероятность того что магнит обанкротится примерно такая же как того что втб обанкротится потому что вот и бы выкупил магнит а вот и бы очень в тесных отношениях с путин ну пока путину власть с вот и бы ничего не будет ну а с мосбиржей мосбиржи это вообще ну как бы эта инфраструктура россии то есть нет мосбиржи нет россии вот так это круче чем путин вот поэтому я такой спокоен потерять деньги здесь нельзя и скорее всего я получу и скорее всего я получу 20 процентов ставочку а если включится печатный станок то все акции вырастут и нота закроется до срочно вот такая ситуация с нотами вот я еще раз говорю про ноты и у меня был вопрос как раз о том а что же случилось но то и вот третий раз купон не выплачивается и на самом деле это даже хорошо потому что прошлые ноты ну как он раз в месяц проходит она закрывается месяц проходит она закрывается месяц проходит она закрывается здесь она не закрывается и есть а огромная вероятность того что она не закроется а я получил все что мне положено по ней вот так ставьте пожалуйста лайк спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи оставайтесь на моем канале